Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. У меня тоже желание всех поздравить с этим праздником, наступающим с Рождеством Господа нашего. Знаете, нам с Тимофеем выпала нелегкая такая задача, когда брат Григорий прислал сообщение, что надо проповедь сказать так детям. Я сначала подумал, что он имеет в виду, что он тоже хочет участвовать, и его будет участие, он хочет что-то сказать к детям. Потом сегодня подошел и сказал, нет, твоя проповедь должна быть обращена более к детям. И тогда, знаете, и думаешь, и как же перефразировать и поменять свою проповедь. И те мысли, то, что ты хотел, уже надо будет упразднить и надо будет по-другому сказать, потому что более внимания будет обращено к нашим детям. Не так часто это бывает, что дети наши сидят на этом месте. По-моему, это раз в год происходит, да, детки? Два раза даже. Но сегодня тот день, когда вы здесь. Знаете, когда вы сидите с родителями, вы тоже шумите, вошкаетесь, балуетесь, а вы здесь сами сидите. И наша задача привлечь ваше внимание, чтобы вы могли услышать то, что мы хотим сказать, то, что Бог хочет сказать. Знаете, я тоже когда-то был в вашем возрасте, тоже ходил в воскресную школу, мы тоже слышали о Христе, учили стишки, пели. Но вот так, как вы, мы никогда так не делали. Мы никогда не садились на хоровое место и пели вот так. Знаете, у нас в церкви так не было. Мы так не делали. И когда маленькими были, мы не выходили, не пели. Потом уже выросли, потом пели. Но, детки, у вас есть такая возможность. Вам 5, 6, 7 лет, и вы уже здесь. И вы уже в церкви славите Господа, поете, рассказываете стихи. Знаете, в эти праздники, этот праздник, когда Христос родился, если мы посмотрим, то зайдем в магазин, мы слышим песни, когда поют о рождении Христа. Едем по улице, дома украшены. Знаете, мой папа говорил об одной нашей соседке, у которой так сильно украшен дом. Любой праздник она украшает. Халвин она украшает. Когда Истер, она украшает. Новый год она тоже украсит. И сейчас у ней украшена. Но, знаете, больше у ней Дед Мороз, какие-то санки, какие-то олени. И только сбоку дома, там вот в стороне где-то ясли стоят. Маленькое украшение, малозаметно. Знаете, я думаю, она более, или сказать, менее, или наоборот, она очень мало уделяет о рождении Христа. Знаете, люди много украшают. И в основном это просто праздник. Зимний праздник, снежинки какие-то, Дед Мороз. Но как мало люди внимания уделяют именно рожденному Христу. Детки, хотелось бы, чтобы вы помнили, что этот праздник, который мы будем праздновать через два дня, это не просто Мэри Крисмас какой-то. Это не просто подарки. А это действительно нам с вами подарок. Знаете, кто нам подарил этот подарок? Я знаю, что у вас будут подарки. Я уверен, что в каждой семье есть какие-то подарочки детям. Знаете, мы в своей семье решили поговорить с своими братьями, с сестрами, с родителями, что мы друг другу не будем дарить подарки. Мы просто со своим детям, они тоже со своим детям. Но знаете, для нас всех есть один подарок, который каждому ребенку достанется. Знаете, какой это? Кто? Да. Бог подарил каждому из нас подарок. Это подарок Иисус Христос. Знаете, если мы когда читаем Евангелие Матфея, эти же слова я записал. Когда-то давно-давно пророки Исаия. Знаете, ни об одном человеке не написано, что говорили о нем, что он родится. Вот что родится такой-такой человек. Его вот так будут звать. Вот он такой будет. Ни о каком человеке так никогда не говорили. Знаете, называется пророчество, когда люди говорили о каком-то человеке заранее. Но об Иисусе Христе много в Библии говорится, что люди говорили заранее, что Христос родится. И Исаии об этом говорил. И эти же слова записаны у Матфея. Мы прочитаем в Исаии 7 глава, 14 стих. И эти же слова ангел сказал Иосифу. Сидел в очереве, примет и родит сына, и нарекают ему имя Эммануил. Помните, когда дядя вышел в гости, он говорил, какие имена есть у Христа. И мы многие-многие имена перечисляли. И также Макс сказал имя Эммануил. Детки, кто знает, что значит имя Эммануил? Артем, Артур. Бог с нами, правильно. Знаете, я когда был в вашем возрасте, тоже ходил в воскресную школу, и задали вопрос. Я тянул руку сразу. И я сказал, Бог с нами. И знаете, мне казалось, что только я об этом знаю, а другие дети не знают. Но оказывается, многие об этом знают. Бог, это значит Бог с нами. А почему именно такое Его имя, значение Его имени? Бог с нами. Неужели Бог никогда не был с человеком? Но знаете, Бога никто не видел. И вот Бог, Он захотел, чтобы люди увидели Его, чтобы этот подарок все могли увидеть. Знаете, когда Христос родился, и мы помним, пришли одни люди, и они принесли Христу три подарка. Золото, ладан и смирну. Кто эти люди были, помните? Мудрецы, правильно. Эти люди, они шли, долго они шли. Как вы думаете, они день шли, или два шли, или три дня? Нет. Они очень долгое время шли. И они пришли сначала в Иерусалим. Знаете, они поняли, что родился кто-то, необыкновенный человек. Родился царь. И они пришли куда? Пришли к царю в дом. Сказали, у тебя родился сын, у тебя родился царь. Где он? Нет, у меня не родился царь. А знаете, Христос родился не в каком-то большом доме, не у царя родился, не в царском доме таком, кяс, да? А он родился где? В яслях, да. Он родился в Хлеву. Для того, чтобы каждый человек мог прийти. Знаете, не все люди смогли бы прийти туда, где царь родился. Знаете, когда ангел явился пастухам и сказал, родился вам в городе Давидовом Христос, да? И пастухи пришли. А знаете, если бы Христос родился у царя в царском доме, смогли бы пастухи туда прийти? Нет. Почему? Как вы думаете, почему бы они не смогли прийти? Просто их бы туда никто не пустил. Сказали бы, это здесь царь живет. А вы, пастухи, кто вы такие? Вы что сюда пришли? Их бы туда не пустили. Но Бог это сделал для того, чтобы каждый человек смог прийти. И знаете, когда Мария и Иосиф, они искали место, где бы им остановиться, переночимать, чтобы родился Христос. И они могли найти место. И написано, что в гостинице им не было места. Детки, как хотелось бы, чтобы в вашем маленьком сердечке здесь, чтобы родился Христос в вашем сердечке. Знаете, вы сейчас слышите эти слова. Вы знаете, но чтобы Христос, Он жил в вашем сердце. Знаете, мы уже Христа не найдем. Маленького такого младенца в яслях где-то. Как Вика и Ванесса рассказывали нам этот рассказ. И маленькая девочка говорит, пойдем, поклонимся Христу. Знаете, Христа уже там нет. Нам просто надо поверить. И нам надо принять Христа в наше сердце. Этот подарок, который Христос приготовил для каждого человека, этот подарок Господь приготовил и для вас, детки. Знаете, Эммануил, Бог с нами. И Бог хочет, чтобы ваше сердце принадлежало Господу. И Господь, Он тоже с вами, детки. Он хочет, чтобы вы всю свою жизнь отдали Ему. Чтобы вы не просто, когда вы сейчас маленькие, могли петь Ему, рассказывать стишки. Но чтобы вы, когда выросли, чтобы вы тоже это помнили. И чтобы вы свое сердце отдали Господу, следовали за Ним. И Господь, Он всегда с нами. Да, Господь, чтобы в эти праздники, детки, чтобы вы могли возблагодарить Господа, прославить Господа за Его подарок, который Он приготовил для каждого из вас. Знаете, вот эти подарки, которые вам подарят родители, это хорошо. Я тоже в вашем возрасте, тоже любил подарки. Мне дарили подарки родители, мой папа с мамой. Но знаете, через два дня будет день рождения не у меня, не у вас будет день рождения, а день рождения у Христа. И этот подарок, за этот подарок мы должны быть благодарны Господу. Хорошо, детки? Давайте, когда будет Рождество, когда вы соберетесь своими семьями, с папами, с мамами, с друзьями, может, с родственниками, я уверен, что обязательно все вы встанете кругом и будете молиться. И самое главное, чтобы наша молитва была, чтобы мы бы благодарили Господа за подарок, который Он сделал для каждого человека. Для вас, для меня, для каждого. Хорошо, детки? Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо.